Приветствую на канале. Благодарю, что зашли к нам. Канал НТВ 14 декабря 2020 года порадовал нас премьерой продолжения сериала «Морские дьяволы». Особое задание. Отсмотрев первые серии по телеканалу, нам с вами пора ознакомиться с содержанием следующих серий. 11 и 12 серии. Название серии «Честное имя». В Калининграде орудует группировка «Справедливость», которая похищает проворовавшихся газслужащих, отнимает нечестно нажитое и устраивает публичную казнь казнокрадов. Самосуд грозит приобрести такие масштабы, что расценивается уже как террористическая угроза. К охране правопорядка подключают нерп. Оказывается, у настоящей группировки «Справедливость» появился ряд клонов. Проведя аналитическую работу, нерпы выясняют, что истинная цель Робин Гудов – вовсе не восстановление справедливости. На самом деле орудуют жестокие и циничные преступники, которых необходимо остановить. 13 и 14 серии. Название серии «Цвет нации». В Калининграде среди бела дня дерзко похищен один из ведущих разработчиков отечественного высокоточного оружия. Покитители умело и быстро обезвредили двух сотрудников ФСБ, которые охраняли инженера. Очевидно, что операцию подготовили и провели профессионалы высокого уровня. Противостоять им могут только нерпы, задача которых освободить разработчика и не дать похитителям переправить его за границу. Но на деле ситуация оказывается не такой, как виделось в начале. Разработчик оружия не жертва, а инициатор своего похищения. Среди диверсантов есть серьезное разногласие. 15 и 16 серии. Название серии «Дипломатическая неприкосновенность». В Калининграде зреет большой международный скандал. Во время приема прозвучал взрыв в здании консульства одной из балканских стран. Консул был взят под охрану сотрудниками безопасности своей страны, но, как выяснилось, вместо них дипломата заполучили бандиты. Консул владеет информацией, которая может предотвратить готовящийся правительственный переворот на Балканах. Помочь дружественной стране могут только нерпы. Диверсанты, чтобы вывести главу дипломатической миссии из России, захватывают заложников на судне, и прикрывшись им стремительно продвигаются к выходу из российских территориальных вод. Отряду боевых пловцов теперь предстоит ответственная 17 и 18 серии. Название серии «Ядовитое облако». К Калининградскому порту в условиях повышенной секретности движется судно со специальным грузом на борту. Это – отравляющие вещества для химического оружия, которые везут для утилизации. Но про спецэгруз узнают диверсанты и захватывают судно, взяв в заложники часть команды. Если судно будет взорвано, европейский континент накроет «Ядовитое облако». Спецотряд «Нерпы» в невероятно тяжелых условиях проникает на судно. Завязывается перестрелка с захватчиками. Но выясняется, что угроза взрыва на корабле – всего лишь отвлекающий маневр. Настоящая операция разворачивается в военном. 19 и 20 серии. Название серии «Запас прочности». Вопреки международным договоренностям, одна западная военно-космическая компания вывела много лет назад на орбиту спутник, несущий на себе значительный ядерный заряд. Теперь группа террористов стремится обрушить это орудие на мирные российские города. Но чтобы осуществить это преступление, бандитам нужны знающие люди. Они похищают и держат в заложниках уникальных специалистов, среди которых оказывается генерал-майор Владимир Пригов, которого выманили в Калининград под благовидным предлогом. Путем террора и шантажа бандитам удается проникнуть в строго засекреченные резервные центры управления войсками. До катастрофы остается очень мало времени и спасти родину от ужасной трагедии под силу только спецеподразделению Нерпы. Спасибо большое за просмотр.